11 октября Волосовская школа номер 1 отметила 25-летний юбилей со дня постройки нового корпуса. В этом году на областном конкурсе она получила звание «Школа года 2013». На праздник приехал заместитель председателя законодательного собрания Ленобласти Вадим Густав со своей командой, которые неоднократно помогали школе в решении важных проблем. Он плотно взялся за «Школу номер 1» и хочет, чтобы она вошла в сотню лучших школ России. Приехал он не с пустыми руками. Он вручил преподавателям и руководителям разных лет благодарственные грамоты, цветы и подарки. Почетный диплом получил Валерий Трещенков, директор Волосовского филиала коммунальных систем «Тепловые сети». Совместно с этой компанией Вадим Густав провел модернизацию теплового оборудования в школе. Также Вадим Густав показал уже зарегистрированный герб школы. Полтора года назад я вторично пришел после выборов в школу. А мы с Надеждой Владимировной договорились, что вот и сразу начнем заниматься школой. Прежде всего, я почувствовал, что здесь есть коллектив, который хочет этих перемен. Есть совершенно адекватный директор, который готов и с отпуска раньше приезжать, и не уезжать. И, в принципе, работать с утра до вечера для того, чтобы принести сюда вот то, о чем я говорил. Председатель комитета образования и администрации Татьяна Фалева вручила персоналу школы благодарственные письма от лица Василия Рыжкова и комитета образования. Слово взял и председатель совета школы Андрей Лебедев. Радует то, что приходят сюда молодые и продолжают традиции школы, которые изначально при ее построении, наверное, создании начинались. Эти люди продолжают традиции, которые здесь всегда начинались. Я надеюсь, что все-таки... Что такое юбилей, да? Юбилей – это года, которые складываются в круглые даты. С каждым годом вас, наверное, все-таки становится больше. Кто-то уходит, кто-то приходит. Я думаю, что через какое-то определенное время этого зала будет мало. Все почетные гости прикрепили спасательные круги к праздничному торту, как символ того, что они готовы в любой момент оказать помощь. Любимую школу пришли поздравить выпускники со своим классным руководителем Лидией Деминой. Мы радовались этой школе, потому что в тех условиях, в которых мы работали раньше, работать было уже просто невозможно. Мелитина Константиновна сказала, что около двух тысяч пришло сюда на работу. Да. А мы занимались в трех зданиях. И приходилось бегать из здания в здание, подножку проигрывать, в руку указку или какие-то наглядные пособия, и 200-300 метров до другого здания школы. Ученики учителя дарили танцы и песни. А ведущие вспоминали историю школы, год управления бывших директоров. Мелитина Корчагиной, Александра Вялых и руководителя, который взял в раздеправление в 2011 году, Надежды Симаковой. Сопровождалось это старыми фотографиями, которые проецировались на большом экране. Школа по проекту была на 940 учащихся. А мы в школу приняли 2000 учащихся. 157 учителей. Вы понимаете, когда мне эту школу доверили, я ночью и в выходные изучала фамилию, имя, ночью-то учителя. После гимна школы Вадим Густав подарил Надежде Симаковой шуточный подарок. Футболку с надписью «Команда Надежды». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова